Так называемый Марш Мира, прошедший в Москве 21 сентября, стал очередной судорогой в долгой и мучительной агонии российского протестного движения. Как известно, характерной особенностью российского протестного движения является его полная зависимость от повестки дня, формируемой на Западе, что неминуемо приводит к разным казусам. Первый и главный казус состоит в том, что наши оппозиционеры-миротворцы, очевидно, имеют сферическую форму и живут в вакууме. Судя по тому, что идея проведения марша за мир у них возникла ровно через пять дней после того, как 3 сентября президент России Владимир Путин уже озвучил свой конкретный план по установлению мира на Украине и который уже начал выполняться. Не подозревая о том, что мирный процесс на Украине по факту уже начался, 8 сентября группа неравнодушных и искренних граждан во главе с неравнодушными и искренними господами Немцовым, Касьяновым и примкнувшим к ним Давидисом подали в мэрию Москвы заявку о проведении так называемого марша мира. Искренние организаторы вписали туда аж 50 тысяч участников. Возможно, чтобы уже на этапе заявки вселить ужас в сердца тоталитарных чиновников. Сергей Давидис. Сегодня комитет принял решение провести массовую акцию в форме марша 21 сентября. Основной лозунг «За мир!» Борис Немцов, депутат Ярославской областной думы. Партия РПР Парнас примет участие в акции. Мы приглашаем и другие политические силы выступить за мир. Второй казус самопальных миротворцев заключился в том, что они позабыли смысл русского слова «мир». По факту марш, называемый «маршем мира», не имел никакого отношения к прекращению бомбардировок и убийств мирных жителей. Вот как описывали в заявке цель «Марша мира» искренние господа миротворцы. Уведомление о проведении «Марша мира», поданное в мэрию Москвы. Цель публичного мероприятия – выразить и сформировать общественное мнение по поводу нарушений прав человека, законов, конституции и международных обязательств Российской Федерации, а также норм международного права, высказать требования их соблюдения. То есть озабоченные миром господа Немцов, Касьянов, Давидис и прочие вовсе не хотели протестовать против войны на Украине. Они не призывали Киев прекратить бомбежки украинских городов и геноцид мирного русскоязычного населения. Банальной целью «Марша» было объявить Россию виновной в гражданской войне на Украине и потребовать от так называемого «мирового сообщества» под эту тему еще сильнее надавить на Россию. По странному стечению обстоятельств это именно то, о чем мечтают американские друзья организаторов «Марша». Третьим казусом господ миротворцев стало нежное общение и трогательная взаимная поддержка с представителями ультра-националистических кругов на Украине, включая боевиков правого сектора, известных своими зверствами. По некоторым данным, члены правого сектора запугивали членов семей украинцев, находящихся в России на заработках, чтобы те массово участвовали и в московском марше. Четвертым казусом организаторов и идеологов «Марша мира» стало то, что они окончательно запутались в своих мутных требованиях и наложили в одну кучу заведомо бредовые и заведомо не имеющие отношения к делу тезисы. Из резолюции «Марша мира» 21 сентября мы требуем вывести с территории Украины российские войска, отменить уже принятые так называемые антисанкционные меры. Почему-то самозванным борцам за мир казалось, что стоит России отменить ответные санкции и разрешить поставлять западные деликатесы в Россию, как война на Украине сама собой закончится. Что касается российских войск на Украине, то Россия их не может вывести по определению, их там просто нет, как это не горько осознавать мирным маршировщикам и их киевским и вашингтоновским друзьям. На протяжении уже нескольких месяцев все украинские и западные СМИ пестрят заголовками о том, что российская армия вторглась на территорию незалежной Украины. В качестве доказательств предъявляются спутниковые снимки хлебоуборочных комбайнов и кадры из компьютерных игр. Но никому до сих пор так и не удалось сфотографировать хоть один завалящий российский танк в пригороде Донецка. Как раз наоборот, международные организации, сохранившие еще хоть какую-то долю беспристрастности, отрицают как присутствие российской армии на территории Украины, так и сами факты пересечения границы. Глава ОБСЕ Ламберто Заньер. Там всегда были граждане России, которые, возможно, приезжали туда по разным причинам. Мы встречали людей, которые приезжали в таком частном порядке и говорили с ними. Кроме тех десантников, которые случайно пересекли немаркированную границу между Украиной и Россией, других войсковых подразделений РФ зафиксировано не было. Пятым косяком непрошенных борцов за мир стало то, что их буквально за несколько дней до Марша застукали в Нью-Йорке. Там абсолютно случайно, абсолютно ненароком в одном месте очутился видный миротворец и пиарщик Марша Мира Алексей Венедиктов и два представителя Навальновского фонда по борьбе с коррупцией. По легенде участников, они синхронно слетали за океан, не получать инструкции по поводу Марша Мира, а просто поздравить свою подругу, бывшего пресс-секретаря Навального, Анну Ведуту с днем рождения. И тут одно из двух. Либо борцы с коррупцией уже насобирали с граждан достаточно денег, чтобы летать в гости в Нью-Йорк, когда захочется, либо все-таки с Маршем Мира возникли проблемы, и надо было срочно обсудить с американскими миротворцами, как их решить. Следующим казусом так называемого Марша Мира стало то, что сам факт его проведения в таком виде, с такими лозунгами и с такой повесткой, не оставляет камня на камне от любимой мантры оппозиционеров о тоталитарном режиме, который душит свободу в России. На наших глазах оппозиция прошла маршем по всей Москве, под откровенно антироссийскими лозунгами и размахивая украинскими флагами. А теперь мы предлагаем всем оппозиционерам на секунду представить, что сделали бы демократические киевские власти с теми, кто решился бы пройти с антиукраинскими лозунгами и с российскими флагами по центру Киева. Невозможно представить. Вот именно. Последним и окончательным казусом так называемого Марша за мир стали его результаты. Вместо объявленных громких 50 тысяч участников, по Москве вяло прогулялись от силы несколько тысяч человек, которые сами толком не знают, в чем участвуют и чему посвящен сам марш. Ну, марш называется «Поможем Украине». Я, честно говоря, не помню точно. Я поддерживаю позицию, которая, ну, здесь вот, насколько я интересовался в интернете, значит, лозунги придумывали. Спасаю Вашингтон от демократии. Это вот моя позиция. Участники марша несли украинские флаги по московским улицам, на которых жители города из своих квартир вывесили флаги Донецкой и Луганской республик, что явно действовало на нервы господам-миротворцам и разрушало миф о народе в едином порыве, ставшем под знамена киевской хунты. Результаты марша, так же, как и его реальные лозунги и цели, упрямо говорят об одном. Ни самозванные миротворцы, бродившие по улицам Москвы под жовто-блокидными флагами, ни их подельники в Киеве, вооружающие и финансирующие батальоны националистов, ни их заокеанские спонсоры в мире на Украине не заинтересованы. Они заинтересованы лишь в распространении неприкрытой лжи и раздувании русофобии из-за последовательной и независимой политики России. И по факту, единственными реальными миротворцами на Украине сейчас являются руководство России и лично президент Путин, благодаря которым на растерзанную землю Украины едет гуманитарная помощь, на российской территории сотням тысяч беженцев предоставляется кровь, помощь и защита, украинским военным даются коридоры, и на всех уровнях и во всех международных организациях ведется напряженная борьба за реальное прекращение братоубийственной войны. Пока фальшивые миротворцы клеймят Россию, Россия без громких слов поддерживает крупкое перемирие на юго-востоке Украины и каждый день борется за шанс вернуть на землю Украины мир. По делам их узнаете мир.